Всем хай! С вами Юджин! Друзья, наконец-таки я разобрался со своими делишками и готов вновь радовать вас прекрасными, замечательными, лучшими в мире летсплеями. И начнем мы с вами с Ori and the Will of the Wisps, продолжение прекрасной игры Ori. Игра, которая так сильно полюбилась вам и мне, своей прекрасной атмосферой, своей красивой рисовкой, своим интересным сюжетом, своей, в общем, своей всей аурой. Давайте начнем. Ну а прежде чем мы приступим, хочу вас всех, ребят, пригласить на просмотр нашего первого с Максом пилотного эпизода лучших друзей. Вот на канале BFF, заходите по подсказочке прямо сейчас, либо после просмотра этого видео, я в конце вам еще напомню. Обязательно заходите, поддержите наш первый сериал, просто крутейшая штука, на мой взгляд, и она станет только круче в следующих эпизодах. Короче, зацените, посмотрите, поддержите, спасибо. А теперь приступаем. Пустая ячейка, обычный режим, бот. Обычный режим. Чтобы я пошел на эксперта? Нет. О, гуси летят! И Ория сидит, смотрит на гусей. Че смотришь, говорят ему гуси? Ау, ау, ау. Кто-то нас зовет. Гнездо ласточки. Че-то даже не могу осознать вот эту важность всего момента. Мы же играем в Ория, продолжение. Наверное, потому что мы не так долго ждали это продолжение. По крайней мере, я не так долго ждал, потому что мы только закончили. Ааа, привет. Гумо? Гумо, да. Его зовут Гумо. Погодите. Да, все эти способности у нас остались. Но пока только нам дают карабкаться по стенам. Мы всегда будем помнить рассвет. Думаю, 40 минут мы с вами сейчас поиграем. Заценим игру. Когда в Нибель вновь пришла жизнь. Ооо, маленький совенок вылеплюща. Он будет таким же стрёмным, как Нару. Мы назвали её крошкой Ку. Ооо, крошка Ку. А что за ягодки там лежат? Да, ведь она вынуждена, получается, будет жить в тени всегда. Что он задумал? Как-то он коварно смеялся. Мне не нравится это. Просыпайся, Ори. Куда нам надо? Туда нам не попасть. Нам нужно только вот выходить. Учит летать? Стоп. Или получается, свет того дерева только убивал Нару, Кару. Короче, эту сову, да? И совят. А, солнечный свет, это окей. Я правильно помню? Окей, наверное, так. Сразу вспоминаю Тимона и Пумбу. Просто даже интересно, что тут может произойти в этой игре. Какая тварь проявит себя. Вскоре небо вызвало к ней. Возвало. 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 Только сейчас заметил, что одно крыло у птенчика покоцанное. Услышали это и на Русгума. Давай, 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 давай. Смотрите, какое уже большое стало. Большое совиное существо. Молодец. Это мне напоминает все Немо. У него тоже был такой плавничок. Неудачный один. Бе-е-е. Вот какая фигня. Вот сейчас его заберут, да? И в конце игры он вынужден будет научиться летать. Давай, Ори, твое дело все исправить. Он как никто другой должен понимать этого совенка. Потому что когда-то он тоже был без каких-либо навыков. Просто мог бегать и прыгать. А потом он начал прыгать дабл джампом. Летать на перышке. Столько всего. Ответ пришел из прошлого. Ладно, нам сюда, видимо, из прошлого. А, не, нам надо вот так вот. Йоп. Последний подарок матери. Матери. Окей, хорошо. Он сам цепляется за веревочку. А с чего это вдруг решил сюда пойти? Что я услышал? Да, перо. Вы освоили новые умения. Нажмите shift, находясь в воздухе. Это я помню. Но только это как ему поможет. Я сейчас ему, видимо, это перышко дам. То есть получается, этот совенок однажды вырастет в такую стрёмную тварину. Какое, однако, долгое вступление. Ах, ну да. Ведь гума, они же искусные изобретатели были. Хе-хе. Прекрасное изобретение. Неплохо. Опа. Да ладно. Даблджамп есть. Хорошо. Можем парить вот так вот. Вместе на новых крыльях. О, как здорово. Да небо был лишат. Подпрыгивай. Или вниз надо. Как? Куда? Куда мне? Нет, не сюда. Блин, я не понимаю, что это. Друзьям, я не понимаю. Что это за звук? Отчего он? Стоп. Я вижу. Как муфаса прям. Так. И что я должен сделать? Посмотреть? Не понимаю. Попробуем вот сюда пойти. Все правильно, да. Надо было просто идти. А, случилось. Играет музыка. Играет музыка. Кстати, игра стала значительно более объемной, что ли. Просто в прошлый раз ощущалось все довольно-таки плоским все равно. А сейчас прям сквозь места, знакомые, летим сквозь миры. Куда ты полетел? Да-да-да, все, что в прошлой части было, мы облетаем. Вот эта гора, я помню ее. Куда? Эй, куда? А зачем мы летим дальше? К гусям присоединимся сейчас. Вот какие-то, видите, странные гуси. Модифицированные. Что это за баги со звуком? Вот опять. А, совенок, может быть, мы просто... Нахрен мы сюда летим? Зачем он сюда летит вообще? Фу, твою мать! Не надо! А, все, поздно! Так началась история... Разлученных бурей. Говно. Что я могу сказать? Я думал... Я думал, кто-то по лемуру. Или что это такое? Наверное, какая-то смесь с лемурами. Чего-то. Кролика или лемура, да? Как-то все по ошибочке завязалось, да? Я думал, какое-нибудь зло придет, такой, ап, заберет... Этого птенца, и мы должны будем его спасать. Чернильные топи. Игра началась. И мы опять ничего не можем. Прекрасно. У нас нифига нет способностей. Ну, тут какая-то новая шкала появилась. И... Ар. Узнаем потом, что это такое. Но мы по-прежнему можем ползать. Это радует по стенам. Баллы сосут с духовным светом. Можно выменить у знакомых что-нибудь интересное. Что? За духовный свет можно выменить у знакомых что-нибудь интересное? У знакомых? Или лучше осколки? Что это новое? Какая-то история. Какие знакомые? Звучит так, как будто бы я могу с этим светом прийти к своим соседям. Сейчас-то что-нибудь выманить из них. Вау. А как же свет? Как же свет, которым я могу дубасить всех? Удерживайте S. Или нажмите... И нажмите Space, чтобы упасть сквозь платформы. Это я помню. Это куда? Вы нашли сферу жизни. Собирайтесь, чтобы... Ага, запас... А что, он больше не стал, да? Вам не нужно. Это что за кабинетик какой-то? Кто здесь тусит? А, смотрите, забавно. Эта штука на переднем плане, но она реагирует на то, как я двигаюсь. Тут какой-то город. Может быть, тут новые гума живут? Я не могу сражаться сейчас с ними. Вот вы. Это их город. Нажмите I, чтобы подобрать факел. А, нифига! Сжечь, тварик! Вот, значит, как. Сфера духовного света. Вы нашли сферу энергии. Собирайте их, чтобы восполнить запас энергии Ори. Это мы поняли. Короче, Ори теперь... Факел и вилы еще не хватает. Не смей пулять меня! Все. Смерть. А, видите? Я в воздухе задерживаюсь немного. Прикольно. Так, шипы. Это мы видим. Что это? Что это? Ты кто? Поговорить. Смотрите, да, тут новая фигня присутствует теперь в игре. Чирик? А ты что такое? Явно не Моки. Ты ведь вообще не из Нивена, да? Я много где побывал, но таких, как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега? В общем, я Ток, путешественник. Странствую в этих краях, но только там, где все не так плохо. Я сейчас пытаюсь укрыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа. Вот таких. А вон в той пещере как раз есть второй. Вот только чтобы его оттуда достать, нужен какой-нибудь... Нужен кто-нибудь половче меня. Половче меня. Что скажешь? Новое задание. Нажмите... Найдите каменный ключ. Окей. Тап нажмите. Хорошо. Можем еще поболтать с ним. Как продвигаются поиски каменного ключа? Ну, понятно. Интересно. Не ожидаешь такого Атори. Это интересно, потому что таким образом можно игру развивать до бесконечности. Ну, в идеале. Ой-ой-ой-ой мое. Да что такое? Встань. Я имею ввиду, можно придумывать кучу новых частей. Придумывать этим новым мирам, новым островкам лор. Оба благодаря факелу можно замедлить падение. Это очень хорошо. Я правильно иду? Наверное, да. Воу. Так, ты что-то неплохое. Ой, нехорошее. Или неплохое. Ага. На тебе. О, боже мой. Ай! Она проворная. Гори, тварь! Сжечь тебя! Есть. Нормально, меня раскоцали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Запрыгните на синий мох, чтобы уцепиться. Мой факел потух. Я, вон, вижу какой-то новенький кристалл. Такого еще ни разу не видел. И все. И теперь я не могу сражаться. Не достану. Окей. Я не сохранялся даже. Топ. Почти задел. Почти задел. Вот так. Так непривычно. Как будто играю не вори, если честно. Во-первых, потому что мои руки привыкли жать на всякие кнопки, чтобы способности применять. Каменный ключ, да. Я это помню. Задание обновлено. Покажите каменный ключ току. Нажмите тап, ага, чтобы посмотреть подробности. Да, все понятно. Валим, валим. Ау. Подсрачник получил. А, вот и ты. Что это у тебя? Каменный ключ? Вот, держи еще один, как я обещал. Я птица честная. Слово свое я держу. Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Нивена. Пока они еще есть. А ты можешь и дальше чем-то там заниматься. Желаю удачи. Хорошо. Это штука интересная. Я так и не понял, что это. Но, видимо, потом мы сможем вернуться. Ладненько. Я думаю, нам надо просто идти дальше. Это нам никак не открыть, да? Никак. Нифига себе, тварина какая. Понятно, это новый антагонист. Стремный волк. Так, вода не опасна? Благо, нет. Что это за символ? Сейчас он проявит себя. Сейчас он где-то себя проявит. Этот волчара. Какой он крутой, блин. Бегом. Нет. Они прям все на грани сделали. Твою мать, как больно. Ай. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Кацану. Отбивайся. Ага. Как мне отбиваться от него? Просто лучше зачитать до нападения. Чего вы? Нет. Это хреновое. Как мне тебя бить? О, нет. Все, заново бежать. Я не уловил момент. Я не уловил, как его бить. Ай. Так, хорошо. Смотрим. Удар. Есть. Да чтоб тебя. Отходим, отходим. От этого даже отойти невозможно. Так. Отходим. Что-то прям серьезная такая босяра. С самого... Боже же мой. Удар. Отходим. Так. Вот как мне от этого избавиться? Как мне... Как мне от этого увернуться? Я не понимаю. Я не понимаю. Что у нас есть? Какие у нас есть инструменты? Я не... Я не... Я не понимаю, ребят. Я ничего не могу сделать с этим говном. Все равно коцает. Он все равно меня коцает. Короче, напором надо... Напором его дубасить. Все. Фу... Фу... В этой игре что, нету... Вот это их сохраняло как раньше? Тут все сохраняется автоматически. Для слабаков, да? Для слабаков, которые такие... Ой, не хочу проходить заново. И не хочу думать о сохранении. Кошмар! Какой сложный босс был в самом начале. Я правильно сделал, что так упал? Логово Воя? Его зовут Вой. Значит, нужно два каменных ключа. Офигеть! Это было напряженно. Давайте посмотрим, хоть где мы. Нам надо было не торопиться с падением. У нас один есть камень, я вижу. Лемур! Не может быть. Здесь тоже были Ори, другие. Или это сейчас будет у нас свет? Давайте, что, что? С чем мы проснулись? Вновь засиял древний свет. Тем временем, Нару и Гумо искали путь во тьме. Да. Играет музыка. Мы даже чем-то похожи, если честно. Ты не такие. Ты не как те другие. Тот, что вопит, тот, что кричит. Тебе сияет древний свет. Дерево вспомнило, узнало, засияло. Оно поделилось с тобой воспоминаниями. Клинок духа. Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке мыши E или R, удерживая Q. Так вы сможете выполнять комбо-атаки. Не фига себе. Давай, используй свет. Хотим взглянуть. Хорошо. Ну, значит, так. Все, ладненько. Слэшер какой-то. Как-то так. Ой, я вас помню, как я вас ненавижу. Да, но тогда было чертовски удобно с этим пучком света, потому что он сам целился. А тут теперь нужен непосредственный контакт. Игра усложнилась. А ведь я поставил на нормал. А уже так сложно. А нет. Пендаля, пендаля. Магнит. Вы получили новый осколок духов. С ним вы притягиваете сферы издалека. Для использования нажмите Tab. Магнит. Это, короче, какая-то способность, да? А что? Опа. И мы можем вот сюда их ставить. Короче, все переработали. Тут нету больше древоумений. Нет, есть древо. Оно вот прямо здесь. Это наш инвентарь. Целая куча предметов, которые мы можем с вами найти. Ага, у нас есть какое-то... Какое-то количество ударов, которые мы можем в воздухе сделать. Два. Сколько? Раз, два, три. Не дали. Не дают мне. Нужно ничего сделать. Свет тебя слушается. Значит, ты и правда дух. Мы, Моки, думали, что духи давно покинули Нивен. Навсегда. Пока-пока, духи. Ты кого-то ищешь? А мы знаем того, кто мой поможет найти. Великий, великий заросший. Иди к хранителю топий. Квалок поможет тебе отыскать путь. Квалок. Опять эти имена. Ой, далеко Квалок. Окей, хорошо. Задание есть, задание полючное. Как нам туда попасть, собственно? О, прикольно, что нам показывают наш маршрут. Это интересно. Давайте вниз. Короче, еще раз. Сколько ударов можно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять. Какие, блин, умные НПС здесь. Да чтоб тебя. Вот эта штука сейчас непонятно для чего нужна. Давайте еще раз посмотрим. Особо не показано для чего это нужно. Ладно, нам игра подскажет потом. Не могу забраться. А, нет. Короче, не даст мне так. А-а-а, я помню. И куда же? Куда же мы идем в итоге? Нет. Что это такое? Что это за богомол с хвостиком? Как будто белка и богомол скрестились. Не знаю, что к тебе. Не надо. Не надо меня бить. Боже мой. Ладно, в целом я больше просто паникую, чем реально угроза есть. О, да, о, да, о, да. Двойной прыжок. Вы освоили это умение? Нажмите Space, чтобы подпредельно спеть, чтобы еще раз. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Вы получили новый осколок духов. С ним вы прилипаете к стенам. Для использования нажмите Tab. Окей. В общем, нам нужно будет придумывать, какие способности использовать, когда. Это значительно разнообразит геймплей-то на самом деле. Представляете, сколько комбинаций можно будет использовать? И менять в зависимости от игры, от ситуации. Я могу вот так вот, допустим, встать? И что ты сделаешь? И ничего ты не сделаешь. Это круто. Но, я уверен, будет способностей круче, и мне придется это прилипание к стенам убрать, потому что... Ну, по сути, я и так прилипаю к ним. Да, буду лишний раз пробел нажимать. Так что ты, способность, готовься к замене. Собственно... Стоп, нет, 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 нет. Где у нас там задание? Ой, карта, точнее, карта. Вот нам надо как-то вниз попасть. Свет из колодцев. Можно найти в разных уголках Нивена. Он лечит, исцеляет. Короче, мои предки тоже здесь были. Нажмите один, чтобы активировать колодец. Почему один? Почему не... Мы мышку просто нажимали в прошлый раз? Восполнять запасы. Окей, хорошо. Это мы помним. Просто вниз. Ага, это мы однажды пробьем. Без потерь. Я вижу, я вижу. Я вижу рычаг. Ага. Окей, гоу на возврат. Стоп. А вот мы можем просто... Да, мы можем и просто ползти. Не обязательно прыгать все время. Как-то так. У нас еще есть второй камень, который находится здесь. И я даже не понимаю, как мне к нему попасть. Опа. Это что такое? Это какая-то способность. В общем, и не все способности мы сможем найти за игру, я так понимаю. В принципе, эта механика была реализована и в предыдущей части Орио. Только там было гораздо меньше способностей. Это я бы сказал даже не то, что способности, это пассивные навыки. Ау, 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 ау. Блин! Что это, блин? Черт. Нет. Заново. Мне не нравится это. Мне не нравится система чекпоинтов. Я хочу, как раньше, сохранить, где мне нужно. Так, попадам сюда. Ну вот сюда, да? О-о-о-о-о. Забавно, как нечто преподносится сначала как как будто бы босс опасный, а потом это становится просто рядовым NPC. Ау, да что это значит? Есть. Стоп. Мы помним. Это вода отвратительная. А почему она здесь такая? Прикольно. Так, снизу получается эдакий апперкот. И можно подбросить врага. Ладно. Это не работает всегда. Гоу выше. Блин, столько костей. Волчара должен снова себя проявить еще и не раз. Ага, сюда. Что? Ой, я думал, какая-то заставка начинается. Так, прикольненько это. Сюда. Эту ссылку можно снести однажды. Возможно. Кстати, я вот сразу, я не гарантирую вам, что я все пройду. Подчистую на сто процентов. Я имею в виду, что я не уверен, что я найду все секреты. Как в прошлый раз некоторые, уже зная заранее, какие есть секреты где, писали жалобы, что вот, и там ни туда не пошел, то не прошел. Я могу что-то не знать, могу что-то не заметить. Для этого и делают все эти секреты, чтобы люди перепроходили игру несколько раз. Потому что все знают, что первый раз ты не сможешь исследовать большой мир такой. О, ты здесь. Ты дух, что ли? В таком случае, трепещи, дух. Пред тобой мог храбрец. Знаю, неубедительно, но я правда храбрец. Ну или мог бы им стать, будь у меня трофей. Например, ну, например, череп воя. Или клык, если череп тяжело тащить. Я слышал, как вой сражался с кем-то на востоке. Может он там и клыка бронил? Это с нами. Новое побочное задание. Разрешите клык вои неподалеку от места. Где эти задания показываются еще разочек? Покажите мне. Найдите кволок. Кволок. Да, это мы, да. Давайте сходим сюда, посмотрим. Не понял пока, где показываются эти побочные задания? Да ты как ты смел? Да не пошел бы. Да не пошел бы ты. Ну-ка, я могу это разбить? О, безрассудство. Вы получили новый осколок. С ним вы наносите и получаете больше урона для использования. Наношу и получаю. Ну, давайте. Я безрассудный. Восстановление Вы освоили новое умение Привяжите его к кнопке E или R Удерживая Q Тогда вы сможете получать жизнь При трате энергии Окей Высляйтесь энергией Хорошо R Вот так вот взяли и нашли способность Сейчас отлупим эту белку Куда я в итоге иду? Я что-то не понимаю, если честно Я бы вот это хотел посмотреть Приветствую Я Люпа Выдающийся картограф Ну и Боря тут разбушевалась Жуть! У меня аж карты промокли А дам за полцены Говорят ты ищешь пропавшую подругу А для поисков тебе понадобится карта Не желаешь приобрести карту этих бескрайних болот За 50 искр духовного света Вот для чего они нужны Хорошо? Благодарю Совсем другой мир Уже взрослый мир, да? Чувствуете, что Орио становится взрослым? Пошли деньги Сделки И общение с миром Охренеть Какая большая карта стала Уху-ху-ху-ху Значит, задача Разрешите клык Воя неподалеку от места Где вы с ним сражались Я забыл, где я, блин, с ним сражался Я не знаю, где я с ним сражался-то Спасибо за карту, чувак Ой, блин Хорошо, я помню, что здесь я взял факел И... Тут ниже у нас есть какая-то спасёбрищ А-а-а, хрена бы там Это сфера причём Так, ну мне сюда не нужно возвращаться Я иду просто в обраткую Непонятно для чего Мы сражались с воем Вот где-то здесь, по-моему, да? Вот мы шли, бежали от него такие Бегом Помогите Сюда Вот здесь мы где-то Куда-то сюда бежали, по-моему Да Где-то здесь был его клык Наверное Где-то здесь и был он Но его тут что-то нету Хм Мы реально здесь сражались с ним Всё, я вспомнил Вот где он мог обронить свой клык Да, клык станет замечательным трофеем Трофеем Не то что... Чё-то у меня Я, короче, просто Довольно-таки сильно заболел После того, как Мы друзей выпустили И вот До сих пор не могу как-то До конца выздороветь В плане горла Отстойно себя чувствует иногда И срывается, поэтому Хорошо Нету клика Нету Так что забей Без понятия Странно Ой А, вот он Ничего себе, он отлетел То есть я здесь чисто для этого, да? А как же мне вот сюда попасть? Ааа, надо вот так идти Ну забирай свой клык О, настоящий клык воя Уж теперь-то никто не будет смеяться над моком-храбрецом Понятно Это тебе Я не только храбрый, но еще и щедрый В способность Горликова руда Или горликова Горликова, да Горликова Вы нашли руду С ее помощью искусственный мастер сможет что-нибудь починить Починить Немного отваги Побочное задание выполнено Починить Эмм Что ж Что ж, что ж, что ж Давайте убьем эту белку богомола И я думаю, здесь мы с вами тормознем Как вам вторая часть Орио? Мне нравится, что ее, как следует, перелопатили Сделали очень много новых интересных механик И я думаю, это разнообразит геймплей Очень знатно Хотя не уверен, что это прям обязательно было Я бы и с предыдущими способностями так же бы поиграл Потому что интересно просто атмосфера Находиться в этом мире И просто, знаете, как в Марио В Марио нет механик особой Просто бежишь, прыгаешь и стреляешь над этими штучками огненными Все И всю игру так И ни капли не скучно Здесь бы то же самое было Но и круто, что добавили чего-то нового Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим Напоминаю вам, что у нас на канале с Максом Биэфэф Вышел пилотный эпизод лучших друзей Первая серия, очень крутая, на мой взгляд И мы столько всего нового учли Пока вот работали над этой серией И столько всего нового мы узнали, когда увидели ваши отзывы Что мы по-настоящему воодушевились Ибо следующие серии будут еще круче И нам стало еще интереснее работать над этим проектом Короче, спасибо вам всем И на данный момент он уже пошел лучше, чем мы ожидали Потому что я и Макс, ну вообще думали Мы когда обсуждали, думали, что вообще будет там Ну по минимуму просмотров, по минимуму всего Минимуму интереса, но оказалось не так Спасибо вам большое, друзья Все, кто не смотрел, вот заходите сейчас сюда Либо по ссылке По вот этой подсказочке, которая вот выскакивает Огромное всем спасибо С вами был Юджин И всем пять Субтитры сделал DimaTorzok